В преддверии большого православного праздника Пасхи, буквально в 100 метрах от Преображенского кафедрального собора, прошло одно из крупнейших в Ивановской области собраний религиозной организации «Свидетели Иеговы». Выбор, даты и место проведения мероприятия, на которое явились около 600 адептов, не случайен. Свидетели верят, их религия – единственная истинная. И таким образом выказывают свое пренебрежение православной идеологии. Я не знаю, есть ли причины беспокойства. То есть, если бы ходили с пакетами, где-то там закладывали куда-то или еще что-то, а здесь просто для присутствия людей приехали, вроде так хорошо расположились, никому выезжать не мешают машины. И действительно, есть ли причины для беспокойства? Чем известна эта религиозная организация? Мы узнали у религиоведа Татьяны Беловой. В нашем городе совпал процесс развала Советского Союза и возникновения этой организации. И как раз в это время проходило очень мощный слом горизонтальных социальных связей у наших граждан. И, в общем-то, Свидетели Иегова, как очень жесткая структурированная организация, которая основана на регулярном и кропотливом изучении Библии, она людей и по этому признаку стала объединять. В организации свидетелей все четко определено, все структурировано. От приверженцев требуют подчинения и единомыслия. Отличительными особенностями свидетели Иегова исследователи называют похожесть, запрограммированность и даже роботоподобие. Отсутствие критичности, строгий иерархизм. У последователей учения не может быть собственного «я», только «мы». Для них нежелательно получение высшего образования это может сбить последователей учения с верного курса. Только послушание и распространение своего учения. Для них Иисус Христос – это не Божий Сын, который един с Богом Отцом, а именно Сын Божий, порождение Бога. И это главный свидетель Бога и главный посредник между свидетелями Иеговы и самим Богом Иеговы. Кроме того, у них отличное от других христиан понимание ада. Они считают, что ада как такового нет, что Бог настолько благ, что Он не может мучить людей. Также как протестанты, они отрицают культ священных предметов. Но что их вообще отличает, как новую религиозную организацию? Это то, что они вообще не признают фактически никаких личных и государственных праздников. Да и само понятие государства свидетели Иеговы отвергают. Чувство патриотизма здесь под запретом. Приверженцы этого учения отказываются от службы в армии или пользуются возможностью альтернативной службы. Эта организация отчасти и деструктивный характер носит. Потому что вплоть до того, что не надо признавать значимость государственных символов, в частности, вставать при исполнении гимна и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор даже в Соединенных Штатах Америки в определенной мере их деятельность ограничивается. Свидетели считают кровь священной жидкостью. Выступают против ее переливания. Бывали случаи, когда дети членов организации умирали из-за того, что родители не давали согласия на переливание. Ряд литературы свидетелей Иеговы в России признан экстремистской. На их сайт в интернете закрыт доступ. Но организация продолжает вербовать свои ряды новых людей. Они подчеркивают свою исключительность. А это один из признаков экстремизма. То есть объявляя все религии, включая православие, религиями, которые явно не от Бога, не буду говорить от кого, но у них все четко написано. Безусловно, они тем самым разжигают вражду по религиозному основанию, по этническому основанию. Потому что русская традиция и прочие традиции для них также отсутствуют. И, естественно, это пропаганда религиозной исключительности. Никто не вправе просто так покинуть организацию, а только как-то ученые и изгнанные ею. Изгоняют как раз тех, в ком видят угрозу структуре – людей, сомневающихся или имеющих собственное мнение. Задача остальных – распространять литературу и вовлекать все новых людей в эту систему. Наталья Романова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.